У нас как-то немного, видимо, мероприятия снизу, съемки фильма, всех распугали, Любы не дали пройти, так как побольше должно было быть. Тем не менее, будем потихонечку начинать. Меня зовут Роман Переборчик, ферраку водитель просвятительского проекта «Курилка Гутенберга». Я уверен, что многие из вас уже были на наших мероприятиях. Поднимите руку, кто первый раз. То есть немного, но есть. Окей. Наше мероприятие, в принципе, наш проект делает открытые научно-популярные лекции. Много лет уже, с 2014 года. За это время четыре раза нас отметили премию за верность науке. В 2016, 2017, 2019 и 2023 годах. Сейчас мы продолжаем, так скажем, нашу деятельность просветительскую, организуем бесплатные лекции для всех, в том числе не только для тех, кто может прийти оффлайн, но и для всех тех, кто может посмотреть наши лекции в интернете. Поэтому наше мероприятие транслируется. Благодаря нашему партнеру, ВК-видео. В прошлую лекцию, например, при тоже небольшой аудитории в самом помещении, нас смотрело единовременно около 400 человек, от 300 до 400. Так что у нас больше, чем кажется. Собственно, прежде чем начать, я немножко расскажу про партнеров, благодаря которым у нас есть возможность проводить все эти прекрасные мероприятия. Собственно, Курилга Кутенберга, я ее представляю, и тут все понятно. Дальше N плюс 1 и образовачи – это наши информационные партнеры, которые размещают наши трансляции и анонсы о мероприятиях. N плюс 1 – лучшее издание о науке, в принципе, которое, наверное, у нас в России есть. Alpin Nonfiction – наш очень дорогой партнер, который предоставляет нам книжки для вас. За самые лучшие вопросы в конце мероприятия мы вручим три книги. «Путеводитель за Волгой по галактике» – первая. Извини, помоги, пожалуйста. Потом «Всего шесть чисел» – главная сила, формирующая Вселенную. И третья – «Когда у Земли было две луны». Так что вот эти три прекрасные книжки от Alpin Nonfiction мы вам в конце подарим. Дальше Medical Neuronets – это наш партнер, благодаря которому, в принципе, у нас есть возможность заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся, проводить для вас мероприятия. И это стартап, который разрабатывает программные продукты на основе искусственного интеллекта для врачей. И помогает, то есть этот искусственный интеллект помогает делать выводы на основе тех или иных вводных данных. И университет МСИС, вот точка кипения, где мы сейчас находимся, все это помогает и предоставляет нам они, вот эту прекрасную площадку и технику. Так что большое им также спасибо. Наверное, все основное сказал – поднимите руку, кто был на предыдущем нашем мероприятии две недели назад. Был кто-нибудь? О, значит, человек очень хорошо уже прокачан в теме частной космонавтики, потому что мы про это говорили. Сегодня мы продолжаем нашу космическую тематику. Вот и поговорим про, наверное, с первой стороны, в меньшей степени про частную космонавтику, хотя в перспективе, наоборот, гораздо в большей степени. Эта сфера будет связана именно с частным бизнесом каким-то, чем сейчас. А про все это нам расскажет наш сегодняшний спикер Марат Айропетян, космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской аналоговой миссии, автор блога «Юра, мы справимся», амбассадор ВК «Техпросвет». Давайте его поприветствуем. Привет любителям космоса. Спасибо всем, что уделили время и добрались очно сегодня поговорить про космос. Наверное, начну с вопроса, кто бы вообще хотел полететь в космос, друзья. Есть такие энтузиасты, ну, наверное, почти все. И по завершении этой лекции вот такая многозначительная идея, по крайней мере, для меня, которая меня очень вдохновляет, это то, что действительно космос становится доступнее для каждого из нас. Я уверен, что к концу столетия полеты в космос будут доступными так же, как полеты на самолетах. Сегодня я постараюсь вам объяснить, почему, как это все развивается, именно с точки зрения орбитальных, именно полетов на наши космические дома, на орбитальные станции, именно с орбитальных станций началось длительное пребывание человека в космос. И эти орбитальные станции действительно внесли огромный вклад в то, что у нас в космосе происходило. Вот сегодня об этом мы с вами поговорим. И частично я расскажу про будущее, да, то есть будущее орбитальных станций. Это станции уже на других планетах станционарные. И вот эти станции на других планетах на Земле мы уже активно отрабатываем. И как раз в одной из таких миссий мне удалось принять участие. И этими идеями я с вами тоже поделюсь. Вот, если по ходу дела у вас будут вопросы, можете спокойно поднимать руку, что-то спрашивать. В комментарии люди тоже можете писать. Буду рад вам ответить. Вот, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим, в принципе, небольшой такой экскурс. Зачем нам нужен вообще космос? Зачем нужны орбитальные станции? Что там вообще делают? Какие основные сложности? Немножко поговорим про историю, то, как вообще развивались орбитальные станции. Поговорим про текучее состояние, то есть что сейчас есть и будет в ближайшие 5 лет помимо МКС. Ну и как раз поговорим о дальнейшем будущем. То есть постараемся вот такой именно экскурс делать от прошлого до будущего в плане орбитальных станций. Ну и, наверное, хочется начать, друзья, с того, вообще зачем нам нужен космос? Вот у нас на Земле очень много проблем. И наводнения, землетрешения, политические истории, ураганы. Что только у нас на Земле не происходит. Зачем же нам тратить миллионы, триллионы рублей на то, чтобы доставить человека в космос? Вот, наверное, на этот вопрос мне изначально хочется ответить. Ответ такой у меня будет довольно философский. То есть сейчас мне видится, что человечество как вид представляет собой ребенка, который только-только научился ходить в свои колыбели и уже делает первые шаги в космическом пространстве. Еще Циолковский писал, что Земля — это колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели. И вот мы, как вид, как биологический вид, только-только научили свои колыбели ходить и делаем первые шажочки. И мы, как дети, даже не подозреваем, что нас ждет вокруг. Когда запускали Гагарина, никто не знал, что через какое-то количество лет мы будем жить спокойно и стабильно в космосе, про это мы тоже будем говорить. Поэтому для того, чтобы у нас биологический вид развивался, нам очень важно и очень нужно двигаться, расширять свои горизонты и двигаться вперед. Ведь когда мы создаем, в том числе, космические аппараты, орбитальные станции, учимся жить в космосе, очень много технологий к нам приходят из космонавтики, в нашу жизнь имеется в виду обычную. С одной стороны, космические исследования и полеты человека в космос — это расширение наших горизонтов как биологического вида. С другой стороны, много технологий приходят в нашу жизнь. Например, в медицину. Меня удивляет, что технология, которая используется в ракетных двигателях, стала использоваться в искусственных клапанах для сердца. Вот такой неочевидный вроде трансфер технологий. Детское питание, в кроссовке. В общем, очень много всего. Технологии, которые создаются для космоса, они приходят в нашу жизнь. Ну и я не говорю уже о космических сервисах, которые мы используем. Это навигация, это в будущем космический интернет и так далее. То есть действительно космос очень важен и очень большую роль вносит в нашу жизнь. Ну и еще один такой момент, если интересно. Помните этот фильм? Что за фильм? Интерстеллар. Очень люблю этот фильм. И он на самом деле показывает экстренный случай развития космонавтики. Когда на Земле что-то происходит, и нам срочно нужно лететь и понимать, где нам дальше жить. И мы не должны ждать, пока что-то на Земле произойдет, чтобы вот эти технологии и планеты изучать. Нам нужно хотя бы такой генеральный главный вектор понять и дальше уже двигаться. Поэтому с этой точки зрения тоже, конечно, полеты в космос очень важны. Ну и окунемся немножко тоже в историю. Помните, кто это такой, друзья? Кто помнит? Циолковский. А что сделал Циолковский? Мы знаем, что Циолковский и космос, но не всегда знаем, что он такого сделал. Кто помнит? Мечтал о космосе, как и мы. Да, да. Теорию. Да, то есть Циолковский первым описал теорию реактивного движения. Он описал то, как будут, в принципе, летать ракеты. Он этот принцип первый теоретически описал. В чем этот принцип заключается? Как у нас, в принципе, летают ракеты? Вот представьте, что вы надуваете воздушный шарик и его отпускаете. Что происходит? Шарик в одну сторону, воздух в другую. Это и есть реактивное движение. Движение тела за счет того, что от него отделяются частички. И Циолковский как раз первым смог этот принцип описать именно для ракетного движения. То есть сколько нужно массы топлива для того, чтобы ракета разогналась до определенной скорости. Вот принцип абсолютно такой же. Но помимо этого, у Циолковского есть потрясающий труд о стадиях развития космонавтики. И я вообще поражаюсь, насколько это глубокого полета мыслей был человек, потому что то, как он писал о космонавтике, оно действительно сейчас развивается. То есть Циолковский жил в начале 20 века в губернии. Там нет никаких гаджетов, ничего. И более того, у него же тоже судьба такая была особенная, что он 13 лет заболел скарлатиной и практически потерял слух. Из-за этого он не мог учиться в школе, его выгнали. И это создало для него специфические условия для того, чтобы самостоятельно изучал и самостоятельно делал все открытия. То есть по сути он был самоучкой, но потом уже стал преподавать. Удивительно, что вроде такой болезненный опыт для него, но в итоге это принесло ему мировую значимость, потому что создало для него такие специфические условия. Так вот, у него есть потрясающий труд, в котором он пишет, как космонавтика должна развиваться. Давайте представим, что мы сейчас находимся во времена Циолковского, то есть 1930-й год примерно, и давайте поразмыслим. Как бы вы писали, с чего начнется космонавтика? Чуть-чуть по стадиям. Какие у вас мысли есть? Первый этап какой? Я вас немножко помучаю, возможно, вы пришли просто послушать, отдохнуть, да, я вас заставляю думать. Есть мысли, друзья? Самолеты, это открыло нам новые высоты, именно 10-20 километров люди стали эти высоты осваивать. После этого появились первые ракеты уже на жидкостном топливе, потому что пороховые, по сути, фейерверки, они были и в Древнем Китае и так далее. Соответственно, когда реактивное движение освоили для самолетов, потом адаптировали его под ракеты, с этого момента нам стал доступен высоты больше 100 километров и так далее. И, по сути, именно там и началась космонавтика. Ну а дальше что? Первые ракеты, и дальше все как развивалось. Первый спутник, значит, человек в космосе, первый человек, орбитальные станции, и потом, значит, уже жизнь на других планетах. Это писал Циолковский. Ну, правда, там чуть больше стадий, я вот укоротил, чтобы это было более доступно. Но, короче, логика такая, что Циолковский уже тогда писал, как это будет развиваться, и на самом деле это логично. Здесь, конечно, немножко произошел перекос, потому что появились полеты на другие планеты, но об этом я тоже немножко потом расскажу. Ну и хочется понять, вот, да, человек в космосе, и дальше мы учимся жить, соответственно, в космосе. А что люди делаем на вот этих вот станциях? Значит, в первую очередь очень важно понять влияние невесомости на организм человека. То есть невесомость на организм человека влияет плохо, наверняка вы об этом слышали. Тех, кого укачивают в космосе, будут укачивать тоже. И даже профессиональные космонавты первую неделю адаптируются под полеты. То есть даже если это третий, четвертый полет, им нужно привыкать. То есть есть влияние на инвестибулярный аппарат. Конечно, есть влияние на сердечно-сосудистую систему за счет чего. То есть у нас, когда мы стоим на Земле, сердце качает кровь за счет того, сердцу нужно преодолевать гравитацию, чтобы качать кровь. В космосе по-другому переспределяется кровь, соответственно, сердцу нужно меньше энергии, чтобы качать кровь. По-другому переспределение происходит, поэтому сердечная мышца слабеет. Слабеют кости, потому что не нужно стоять, нет давления на кости соответствующего. Поэтому космонавты каждый день должны тренироваться примерно по два часа. То есть я не могу себя доставить после работы на тренировку, сходить раз в неделю. А космонавты просто для того, чтобы выжить, должны тренироваться каждый день минимум по два часа. И более того, эти тренировки им назначаются в какой… То есть они не могут выбрать, так скажу, что я после работы сегодня. И могут поставить утром, днем или вечером, в зависимости от того, как решат специалисты по планированию. И вот это влияние висомственно человека действительно очень важно изучить. И несмотря на то, что мы летаем в космосе довольно давно, все новые и новые эксперименты делаются. Сейчас из самых передовых это исследует то, как эмбрионы, плоды развиваются в космосе. Сейчас искусственные органы активно пытаются в космосе делать, я про это тоже расскажу. И вот это тоже интересное направление влияния в невесомости на жизнь человека. Более того, простой вопрос – это питание. То есть как нам питаться в космосе так, чтобы было комфортно. Мы это делать уже научились, но если говорить о будущем, о полетах на Марс, о полетах на Луну, понятно, но скорее всего мы говорим о Марсе. То есть каким должно быть питание, чтобы в полете на Марс было комфортно. Мы же не можем прям всю еду брать с собой. Соответственно, нужны будут какие-то интересные выходы. И здесь тоже есть решение, например, уже научились делать искусственное мясо, из стволовых клеток выращивать. И возможно, что-то такое будет в будущем использоваться. Вопрос питания. То есть очень много таких интересных исследований влияния невесомости на человека происходит. Здесь у меня картинка такая, это изобретение электричества. Мысль такая, что в принципе космос и наука, она очень сложно прогнозируемая. То есть одно какое-то исследование, одно какое-то открытие может породить собой огромное количество новых направлений. То есть то, что сейчас происходит с искусственным интеллектом. Какая-то простая идея, простая математика сейчас привела к тому, что огромное количество направлений стало развиваться. Точно так же и с космоса, с орбитальными станциями. Мы много чего делаем. И каждое исследование, по сути, потенциально может принести огромное количество новых направлений для науки. Что важно. И что интересно, как раз из новых направлений, вот помните фильм «Дети шпионов», да, мне всегда этот момент нравился, где он кладет, значит, капсулу в микроволновку, там появляется еда. Исследуется вот это вот искусственное питание. Более того, вот, например, недавно на МКС был эксперимент компании 3D Bioprinting Solutions, которые на основе 3D-биопринтера смогли напечатать искусственные хрящи в космосе. То есть за счет того, что там есть невесомость, там есть микрогравитация, под угромом чуть-чуть работает физика, и можно делать чистые материалы, можно делать органы, которые на Земле просто не получается создать. То есть это вот такое универсальное, не универсальное, уникальное средство для исследований. Более того, из интересного, да, так как, опять же, невесомость, другая физика, можно объединять металлы, которые на Земле невозможно объединить, создать уникальные кристаллы, да, которые в будущем, возможно, где-то будут использоваться. И сейчас уже есть стартапы, которые поднимают инвестиции под вот такие мини-заводы в космосе. Это тоже вот интересное направление. И, конечно, если мы говорим о орбитальных станциях, возможно, будущие заводы, конечно, будут на станциях. Еще что делают на станциях? Это, конечно, изучение простой физики, да, то есть, например, простые физические процессы, которые нам привычны, они в космосе по-другому происходят. Например, даже горение свечи, да, вот слева на Земле свечка, справа в космосе, да, совсем другой принцип горения. И поэтому физика там тоже абсолютно другая, это тоже интересно изучить. Ну и говоря уже о будущем, о полетах на другие планеты, полеты в междлительные полеты, нам очень важно понимать, что нам вообще с радиацией делать. Это на МКС, на космических станциях тоже исследуется, да, то есть, например, на МКС есть детекторы частиц, и данные с него доступны ученым со всего мира. И за счет того, что МКС улетает долго, можно получить большое количество данных, да, и потом эти данные обработать. В общем, очень разные такие направления для исследования на МКС проводятся, и это только начало, да, потому что мы будем говорить о том, что дальше будут и станции на Луне, и марсианские станции, да, эти исследования, они преобразятся в новом направлении. Ну и, конечно, да, это фотосъемка, да, то есть с МКС можно фотографировать, вот когда мы будем про российскую станцию говорить, тоже я к этому вернусь, да, просто сейчас имейте в виду, что на МКС космонавты тоже ведут фотографирование не только для себя, но и по заказам там от Роскосмоса и так далее. Значит, вернемся опять же к истории, к Циолковскому, как раз Циолковский, помимо того, что он был теоретиком, он описывал то, как будет жизнь в космосе происходить, и он как раз предложил первые концепты ракет и первые концепты вот таких орбитальных станций, да, то есть он представлял их цилиндрическими, вращающимися для того, чтобы создать искусственную гравитацию, да, и он предполагал, что там в 2018-2020 годах это все будет уже реализовано. Да, станции у нас в космосе появились, но искусственной гравитации пока что еще нету. Ну и как раз благодаря Циолковскому породилась, можно сказать, в отечественной литературе бум именно космических полетов, да, и, например, есть звезда Кэтс Беляева, да, возможно, кто-то читал. Кстати, знаете, почему звезда Кэтс? Потому что Константин Зарачил Циолковский, да, для меня это тоже было открытием. Вот, как раз по сути это было вдохновлено теми идеями, которые описывал Циолковский. Значит, помимо этого, конечно, за рубежом тоже развивались идеи о полете в космос, и меня тоже удивляет, что вот те задачи, которые решал Циолковский, математически, как он это пытался описать, он, опять же, описывал жизнь на орбитальных станциях, и ученые, по сути, на другом антирике плюс-минус занимались теми же задачами, и как это произошло, что они об этом думали примерно в одинаковое время, без интернета, особо не обмениваясь данными. Вот здесь как раз американские ученые, тоже один из основоположников именно космонавтики, это Оберт, да, он описывал тоже, решал задачи реактивного движения, он тоже писал как раз об орбитальных станциях, и интересно, что Циолковский отправил ему книгу, свою ученик Оберта ее перевел, и вот тоже какая-то переписка между ними была, как ведущими учеными в этом направлении. Ну и, конечно, после Оберта, да, Вернер фон Браун, который является основоположником именно как американской космонавтики, как наш королев, он у них был фон Браун, я про это тоже немножко расскажу, он тоже описывал орбитальные станции, интересно, что он видел эти станции так же, как и Циолковский, я не знаю, это было независимо как-то придумано, или он тоже вдохновялся трудами Циолковского или Оберта, да, но вот такие идеи тоже были в то время. Значит, возвращаясь к Циолковскому, да, хочется сказать, что во многом, если смотреть уже дальше развитие от идеи, в принципе, полета к ее реализации, космонавтика развивалась как холодная война. Вот мы об этом тоже сегодня, я буду об этих идеях говорить, что меня удивляет, что космонавтика, которая подразумевается как мирное исследование и движение в космосе, она изначально как раз появилась благодаря холодной войне и соперничеству, и за счет этого, за счет того, что была вот эта холодная война, очень быстро и эффективно развивались технологии. Здесь хочется рассказать, в принципе, о том, как космонавтика, да, зародилась, она на самом деле появилась как раз у немецких ракет V-2. Это были ракеты фашистской Германии, и Гитлер предполагал, что именно эта ракета сможет переломить ход войны. Значит, у этой ракеты была довольно маленькая дальность, всего 300 километров, но она могла нести уже тонну взрывчатки, и несмотря на то, что у нее была плохая точность, не было еще нормальной системы управления, планировали запускать этих ракет очень много, и за счет этого наносить серьезный урон Советскому Союзу. К счастью, этого не случилось, и после того, как война закончилась, ученые, как раз Вернер фон Браун, который был разработчиком этой ракеты, с его командой уехали в Штаты, а сами образцы этих ракет достались Советскому Союзу. И первую задачу, которую решал как раз Королев со своей командой, нужно было повторить вот эту V-2. То есть представьте, вы находите Мерседес, да, вообще без ничего, без каких-то там чертежей и так далее, вам нужно его разобрать, собрать, еще и сделать так, чтобы он полетел. Вот этой задачей как раз занимались советские ученые, и смогли не повторить V-2. Появилась первая, можно сказать, советская ракета, это ракета R-1. Кстати, если кто-то ездил в Королев, то есть когда с Ярославки сворачиваешь в Королев, там есть вот макет как раз ракеты R-1, да, вот примерно такого размера она была. R-1 стали развивать, и появилась ракета R-7 в 1957 году. Это первая межконтинентальная баллистическая ракета, которая могла доставить полезный груз из Советского Союза в Штаты. Ну, понятно, какой груз эта ракета доставляла. Вот, но Королев, будучи энтузиастом, предложил, а давайте вместо боевого блока, да, поставим что-то, что-то мирное, да, и так оказалось, на этой ракете полетел 4 октября 1957 года первый спутник. Вот меня тоже очень удивляет, как вот спустя 12 лет после войны смогли вообще абсолютно новые технологии создать, еще и такого уровня, чтобы запустить что-то в космос, да, то есть всего 12 лет прошло, и это меня очень вдохновляет, да, то есть действительно это был подвиг. Я как раз вот недавно был на космодроме Байконур в сентябре на запуске, а этот космодром его построили за 3 года, то есть в пустыне вообще там ничего нету, весь Советский Союз работал на том, чтобы этот космодром построить, да, то есть какой это был масштаб мысли, масштаб энергетики, сколько денег, сколько инженеров надо этим работало. Кстати, интересный факт, что так как это все строилось в короткие сроки, материалы везлись со всего Советского Союза, и, значит, там есть Гагаринский старт, который эксплуатировался до 2018 года, значит, ракета подъезжает к этому старту на рельсах, и там лежат рельсы 1910 года, то есть рельсы еще царской России, они откуда-то, видимо, их привезли, и по этим рельсам ездили ракеты, в том числе совсем недавно, до 2018 года, да, то есть тоже интересный такой момент. Значит, потом вместо боевого, добавили, точнее, еще одну ступень, появилась ракета «Восток», на которую полетел уже Гагарин, значит, увеличили последнюю ступень, ракета «Восход» уже многоместная была, да, и Союз, на котором летают современные космонавты. Здесь важно сказать, что хоть это и совсем внешний вид похож, да, концепт похож, пакетная схема, разделение ступеней и так далее, начинка этих ракет абсолютно другая, да, то есть уже современная система управления, многие системы доработаны, да, то есть многие говорят, что о чем мы там летаем на ракетах 1966 года. На самом деле это, можно сказать, с точки зрения электроники, да, то есть это абсолютно новая ракета, да, то есть да, какие-то концепты остаются, но, скажем так, доработки очень серьезно произведены. Параллельно, конечно, в Штатах эта история тоже развивалась, да, и Вернен фон Брам как раз строил свои ракеты, да, и появилась в том числе ракета «Сатурн-5», на которой американцы полетели на Луну. Здесь тоже важно сказать, что американцы на Луне действительно были, потому что много тоже здесь сомнений об этом ходят, да, но те, кто работает в космонавтике, убеждены в этом, да, почему? Потому что, что меня убедило, да, я просто свои доводы приведу, а вы сами принимаете решение, ну, во-первых, уже есть фотографии остатков миссий, аполлоновских, при том фотографии не только американские, но и китайские, индийские, то есть уже много разных стран уже сделали эти фотографии. Значит, что меня окончательно убедило, это то, что советские газеты писали об американской лунной программе. Да, я специально залез в архивы посмотреть, и действительно писали об этом, конечно, не на первой полосе, там, на пятой страничке в маленьком квадратике, да, но все-таки писали, что американцы высадились на Луну, и когда я этот факт узнал, ну, я подумал, что в то время разведка работала активно, холодная война, если был бы хоть какой-то малейший факт, что это все ложь, конечно бы, это был бы международный скандал, да. Вот, поэтому параллельно у них в Штатах тоже развивалась космическая программа, и постепенно это все привело к тому, что стали создавать уже орбитальные станции. Кто знает, какой была, в принципе, первая орбитальная станция? Есть мысли, друзья? Салют. А вот если поразмыслить, что еще можно было бы, какая еще станция? Алмаз, салюты. На самом деле, вообще-то, если так подумать, то первая орбитальная станция — это полет Гагарина. Это первая станция, впервые человек оказался в космосе, первый виток, и фактически это была первая станция, и это именно прародитель того, что есть МКС в глобальном таком понимании, если посмотреть. Что было потом? В 1969 год была первая стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5». К сожалению, фотографий нормальных нет, вот примерно схематичное что-то такое есть. Обратите внимание, что было интересно. Первая стыковка в космосе, 1969 год. Обратите внимание, как космонавты переходят из корабля в корабль. То есть в то время не было, точнее, не то, что не было, их просто не разработали, времени не хватало. Понятно, что делали все в торопях, чтобы сказать, о, у нас там первая стыковка. Чтобы упростить систему, предложили, давайте космонавты просто будут из корабля в корабль сверху перебираться. То есть там были специальные крепления, и вот так они переходили из корабля в корабль. Это упростило разработку, удешевило ее, можно было быстрее это все сделать. То есть вот так вот космонавты впервые переместились из одного корабля в другой. Тоже меня вот этот момент очень удивляет и вдохновляет. Ну, а если говорить уже о серьезных орбитальных станциях, а с чего они все начинались? Удивительно, но опять же, это все началось с холодной войны и с американской программой Мэрт Орбитинг Лаборатории. Это был концепт американской станции, которая была предложена в 1964 году. И была идея в том, чтобы люди с этих станций могли делать высококачественные фотографии и, соответственно, заниматься срежкой. Понятно, какие задачи в 1964 году решались. Значит, предполагалось, что будет здоровенный телескоп на этой станции, и космонавты смогут им управлять. Довольно рано узнали об этой станции в 1964 году. Ну, Союз, конечно, опять же, разведка практически сразу об этом узнал. И, соответственно, нужно было делать свой какой-то аналог. И, соответственно, занялись разработкой «Алмаза». Значит, опять же, когда стало развиваться еще и спутникостроение, американцы поняли, что не обязательно запускать целую долгостоящую станцию с людьми, а спутники спокойно задачи разведывательности тоже могут решать. То есть камера и спутник этого оказалось достаточно. Поэтому американцы программу закрыли, но Советский Союз продолжил разработку. И, опять же, станция «Алмаза» — это была именно военная станция. И очень интересно, что вот как раз на ней был тоже телескоп «Агат». 2,4 зеркала у него было как раз большое. Интересно, что была разработана пушка, которую планировали поставить на эту станцию. Авиационную пушку решили прикрепить к космической станции. Значит, при том было интересно, что эту пушку должны были прикрепить стационарно, и станция должна была как-то на своих двигателях маневровых перемещаться, что, в принципе, довольно сложно, потому что 18-тонная станция, и как-то она должна перемещаться, наводиться. Поэтому говорили о том, что это будет создаваться именно в целях защиты, что вдруг кто-то на эту станцию нападет. Вот. Интересно, что в наработках этой станции «Алмаз» использовались модификации корабля «Союз». То есть корабль «Союз», на котором сейчас летают космонавты. Я, когда готовился к лекции, тоже обнаружил, что, оказывается, были разные модификации «Союза», в том числе военные модификации. Например, вот слева — это «Союз с ракетами», там «Союз с телескопом». Там, видите, разные вариации типа станции. Короче, куча вариаций этих «Союзов» было, я об этом не знал, и меня это тоже очень удивило, и как раз в станции «Алмаз» вот эти наработки как раз использовались. И тоже интересный момент, что станция развивалась, скажем так, не так активно. Почему? Потому что разработку этой станции отдали конструкторскому бюро «Челомея», который занимался разработками именно военных ракет, то есть он был фактически ракетчик. И его конструкторскому бюро, так как это военная тема, а не гражданская, которой занимались там Королев и компания, значит, создавали станцию именно они. Но так как у команды «Челомея» не было опыта создания именно пилотируемых каких-то концептов, проектов, разработка шла довольно медленно. Да, и уже понимали, что Штаты где-то опережают, и опять лунная программа развивалась активно и так далее. И в то же время появилась как раз команда Королева, которые предложили, давайте мы будем делать не сложную станцию военную, а сделаем станцию сельскохозяйственного назначения, гражданскую, и будем проводить исследования в космосе. Тем более американцы занимались Луной, а орбитальных станций у нее не было. Поэтому те наработки, которые были у станции «Алмаз», решили отдать как раз команде Королева. Королев к тому времени уже умер в 1966 году, и как раз в 1968-1969 Челомеевский проект отдали инженерам Королева. Конечно, Челомей был не совсем доволен, что у него из-под носа увели проект, но все равно военное направление развивалось отдельно, и как раз его инженеры занимались именно станцией гражданского назначения. И тем более именно под станцию «Алмаз» был создан ракетоноситель «Протон» тяжелого класса, который мог выводить на орбиту уже тяжелые грузы. И это тоже упростило, фактически уже все было готово для пилотируемой станции. То есть наработки военных, значит, ракета есть, поэтому дальше разработка шла довольно эффективно. И появилась ракета, появилась станция «Салют-1», и здесь, конечно, с этой станции тоже было все, можно сказать, не слава богу. Первая сложность была у «Союза-10» во время стыковки с этой станцией. Значит, в чем там была идея? Значит, как сейчас стыкуются корабли с международной космической станции? Да, это технология штык-конус, да, то есть есть конечка сечения, туда входит, ну, к папе и маме, да, стандартные, входит этот фал, да, и происходит крепление. Значит, это была, в принципе, первая такая стыковка большой станции с большим объектом, тяжеловесным, и много не могли предсказать. И, значит, когда первый корабль отправился к станции «Салют-1», значит, и произошла стыковка, стыковка произошла успешно, но оказалось, что забыли просчитать в двигателях то, что, в общем, двигатель продолжил работать, при том он работал так, как будто он не состыкован станцией, то есть не учли то, что со станцией состыковались, поменялась масса, да, и физика должна поменяться. И за счет этого произошла деформация, значит, этого фала, да, и космонавты не смогли, то есть не открыть люк, чтобы внутрь зайти, не отделиться они не могли. Какие были решения, да, просто, условно говоря, отсечь этот фал, но тогда бы станция была бы потеряна, да, потому что бы никто не смог с ней состыковаться. В общем, целых, там, 6 часов инженеры вместе с космонавтами мы думали, что сделать, но успешно все-таки они смогли отстыковаться, там, детали технические не буду углубляться, да, и все-таки эту станцию спасли, но космонавты вернулись обратно на Землю, да, потому что их стыковочный узел был уже деформирован, да, и нельзя было уже использовать. Значит, следующая миссия, будет «Союз-10», да, в которой они вернулись в сутки, пробыв в космосе. Кстати, благодаря этой миссии был совершен первая ночная посадка, да, за счет того, что она была нештатная. Значит, миссия «Союз-11», это миссия «Добровольский волков-поцаев», самая трагичная, можно будет сказать, миссия Советского Союза, да, то есть космонавты, да, они успешно долетели на станцию, несмотря на то, что вот после этой стыковки вентиляционная система была разрушена, не то, что разрушена, а деформирована, опять же, да, они там все починили, провели на станции там большое количество времени, насколько я помню, порядка месяца, и это было, то ли 20, то ли 30 дней, я, честно говоря, не вспомню сейчас, и это был самый длительный полет в невесомости человека, да, то есть представьте месяц, это был самый длительный полет. Почему? Потому что до этого были только двухнедельные полеты, американцы тоже в лунной миссии примерно там 12 дней у них, каждая миссия длилась, да, то есть вот был самый длительный полет. Но при возвращении, то есть успешно была эта миссия выполнена, но при возвращении произошла трагедия, во время отстыковки бытового отсека открылся клапан и стравил давление, которое находилось в корабле, да, то есть и космонавты за счет того, что пространство без давления, да, они погибли, вот, то есть вся миссия прошла успешно, но вот во время посадки такое произошло на высоте 150 километров, это произошло, да, и это самая большая, ну, по сути, трагедия Советского Союза, тогда еще, почему это произошло, потому что летали без скафандров, да, и, соответственно, не было вот атмосферы защитной, да, которая есть в скафандрах, да, поэтому это все и произошло. После этого корабль союзный летал порядка двух лет, программа «Салют» тоже немножко отсрочилась, да, и уже доработали корабль, и было правило, что теперь космонавты летают только в скафандрах. Кстати, интересно, что на месте вот этого экипажа должен был быть другой экипаж во главе с космонавтом Леоновым, да, наш легендарный космонавт, который сделал первый выход в открытом космосе, и по идее, да, если все проходило штатно, погиб именно он. Но что произошло? За два дня до полета была штатная проверка здоровья космонавтов, да, и у одного из космонавтов нашли пятно в легких, и было подозрение на туберкулез. Из-за этого весь экипаж сняли, там тоже свои были моменты, но весь экипаж сняли, и вот полетел экипаж Добровольский Волки в Пацаев, да, то есть представьте, через два дня вы узнаете, что вы через два дня должны лететь, полностью выполнять научную программу на станцию, которая находится непонятно в каком состоянии из-за вот прошлой как раз стыковки, в общем, тоже такая интересная судьба, да, вот у этих космонавтов случилась. Вот, но после этого, как раз, несмотря на то, что эти миссии были неудачные, дальше программа Салют стала развиваться, да, из Википедии взял табличку, просто чтобы увидели динамику роста, да, то есть 54 суток, 213, ну и так далее, до станции Салют-7, которая 3000 суток пробыла на орбите, а станция уже Салют-8, она модифицировалась в станцию Мир. Ну, можно сказать, что довольно успешно эти миссии Салют развивались. Интересно сказать про станцию Салют-7. Смотрели фильм Салют-7? Знаете, что там произошло, не буду останавливаться, да, кратко расскажу, в чем был концепт. Успешно эксплуатировали станцию, она была непостоянно обитаема, потому что ее периодически консервировали, да, значит, и вот в какой-то момент была потеряна связь со станцией Салют-7, и она оказалась практически без управления, начала вращаться непрогнозируемо, и никак не могли с ней связаться. Вот, поэтому нужно было отправить туда космонавтов, для того, чтобы они как-то смогли состыковаться со станцией. Вот, то есть представьте, у вас вообще непонятно, как вращается станция, вы не знаете ее параметров, космонавты должны подлететь вручную, состыковаться, в общем, это реально с точки зрения и математики, и физики, такой геройский подвиг был совершен, да, успешно они состыковались, наладили систему электропитания, там в этом была проблема, ну и станцию уже продолжили дальше эксплуатировать. Ну и дальше, да, появилась станция Мир, первая большая, скажем так, многомодульная станция, и станция Мир смогла подтвердить возможность создания больших объектов в космосе, да, то есть, да, понятное дело, одноблочная станция отправляется, это одно дело, а другое дело, вот такое огромное устройство в космос отправить, собрать его в космосе, это, конечно, дорогого стоило. Вот, интересно, что здесь нарисована стыковка шаттла со станцией Мир, и почему это интересно, потому что именно из-за шаттла чуть не накрылась вся вот эта советская программа орбитальных станций. Почему? 74-й год, еще станция, вот этот вот салют гражданский, она еще не доделана, и штаты анонсируют, что мы делаем спейс шаттл, да, многоразовый челнок. И для Советского Союза это было удивление, потому что к этому были не готовы, и никаких наработок практически, как я понимаю, в этом направлении не было, и, соответственно, срочно все силы, которые были в космонавтике, были переброшены на создание как раз бурана. И на некоторое время как раз создание орбитальной станции было приостановлено. Относительно это было нелогичное решение, да, потому что в плане орбитальных станций Советский Союз шел как бы с опережением, да, у американцев этих станций не было, но вот почему-то решили перестроиться на создание бурана, но, к счастью, через какое-то время политическим решением было сказано, что все-таки нет. Да, мы создаем буран, но станция для нас тоже важное направление, и более того, станция должна была быть запущена ранее, чем буран, да, поэтому все-таки станция оказалась в космосе, но к тому моменту, когда МКС уже должна была быть достроена, да, там начались, конечно, политические события 90-е годы, и, конечно, финансов на создание этой станции практически не было, но, ну, создание, да, потому что, понятно, и поддержание, и создавать блоки, и отправлять, как это все было нужно. Понятно, что 90-е годы было особо не до космоса, да, поэтому в последние два модуля проинвестировала НАСА, НАСА предложила, вот как раз на шаттлах выводить последние блоки станции МИР, да, и последние два блока, они как раз были проинвестированы американцами, потом чуть подробнее расскажу об этом. Значит, в Штатах тоже была своя станция, это станция Skylab, которая летала с 1973 по 1979 год, не могу сказать, что это была успешная миссия, наибольшее количество времени эта станция была законсервирована, всего несколько экипажей туда слетало, но все-таки такой концепт они тоже решили попробовать, не сложилось, ну, и они занимались фактически лунной программой. Что интересно, что эта станция, она была создана из ракеты Saturn V, значит, помните, да, Saturn V, я показывал лунно-американская ракета, значит, остались блоки, значит, лунной ракеты Saturn V неиспользованы и сказали, давайте мы вот как раз из вот этой вот цилиндрического сечения ракеты сделаем орбитальную станцию. И если посмотреть внутри, да, я что-то не нашел на самом деле с орбиты фотографии, но если посмотреть, она намного более просторна, чем МКС, да, за счет того, что она была создана как раз из ракеты Saturn V. Здесь тоже интересный момент, что у российских и советских космических кораблей, модулей, там, станций есть ограничения по диаметру, да, то есть нельзя делать станции больше, чем определенный диаметр. И ракеты, и корабли. Как думаете, почему? Давайте, что-то давно мы не общались, есть мысли? Кстати, нет. Что-что? Верно. Транспортировка, да, удивительно тоже, насколько земные наши проблемы и влияют на космос, да, то есть железнодорожные сообщения, по которым перемещались блоки ракет, орбитальных станций и так далее, значит, наши туннели обладают определенным диаметром, соответственно, нельзя делать ракеты больше, чем определенный диаметр. Вот. В Штатах такой проблемы не было, вот, потому что там все, ну, централизованно создавалось, у нас, понятно, большой советский союз, много было предприятий, да, и вот такая специфика была. Вот, поэтому Skylab, она была довольно просторнее, но, как бы, это не помогло успешности этой миссии. Вот, вернемся к тому, что происходит сейчас, про Международную космическую станцию тоже хочется поговорить, и здесь тоже кажется, что проект МКС, да, это, там, мир, дружба, жвачка, давайте, там, в космосе что-то вместе делать, на самом деле МКС, вот, как раз последний модуль МИР, стало таким взаимовыгодным сотрудничеством. Почему? Опять же, 90-е годы у Советского Союза, у России, понятно, нет денег пилотируемую космонавтику поддерживать, но при этом поддерживать ее было нужно, иначе бы все наследие было потеряно. Но при этом у Штатов были деньги, но не было опыта создания именно орбитальных станций, орбитальных модулей, и было предложено, давайте мы будем инвестировать в вашу станцию, а вы с нами будете делиться опытом. И это была возможность Советскому Союзу и России впоследствии сохранить космонавтику, а американцам получить опыт. Вот, именно так появились МКС, именно так последние модули станции МИР были построены, да, это было такое взаимовыгодное партнерство в космосе, да, то есть сейчас МКС летает на высоте примерно 450 километров, ее масса примерно 400 тонн, 400 миллиардов долларов стоит это сооружение, да, то есть размером она примерно с половину красной площади, чтобы вы могли представить по размеру, да, то есть представьте, на высоте 400 километров над вами летает железка, да, массой 400 тонн, размером с половину красной площади, да, то есть чтобы вы понимали масштабы того, что там происходит. Все те же исследования, да, это влияние и весомость на организм, там, организм в космосе, космическая радиация, значит, физика, материаловедение, да, вот все, о чем я говорил, оно как раз на МКС и проводится. Значит, а что же сейчас у нас происходит, в принципе, и что будет дальше? Значит, заявлено, да, что МКС уже потихоньку выходит из строя, почему? Потому что она вообще была запланирована, что МКС будет летать до 2020 года, сейчас продлили до 2020 года, есть соглашение о том, что МКС будет летать. Это, кстати, стандартная тоже история, потому что вот как раз мир, она создавалась на 5 лет, а пролетала 15, да, в 3 раза больше. Вот примерно то же самое происходит с МКС, но потихоньку уже многие системы выходят из строя, их становится сложнее менять, все чаще происходят какие-то сложности, да, конечно, она живет, конечно, она функционирует, но уже мы видим процесс, что постепенно вот этот вот каскадный, каскад выхода из строя некоторых элементов происходит. Вот, поэтому стоит вопрос, что дешевле, поддерживать или делать что-то новое, ну и вот понятно, по понятным причинам, да, до 2028 года МКС будет летать, что будет потом непонятно. Сейчас идет разговор о том, кто будет ее сводить, значит, НАСА заказала у SpaceX корабль, который будет предназначен для того, чтобы МКС свести с орбиты, как раз затопить его так же, как станцию МИР, значит, Роскосмос не особо там, как я понимаю, ну, как бы по сути ее можно затопить и союзами, да, но между американцами и как раз и Роскосмосом пока что нет соглашения, как это будет все сводиться. Я думаю, что, скорее всего, часть модулей станции действительно сведут, а часть модулей, скорее всего, выкупят частные компании и что-то с этими модулями сделают, да, то есть инвестируют деньги и там обновят, скажем так, сделают космический музей, космический туризм будет развиваться, ну, вот что-то такое, да, то есть я думаю, вот какая-то комбинация будет. Часть модулей выкупят, часть модулей действительно с орбиты сведут. Значит, возвращаясь к тому, что сейчас происходит в космонавтике, вот ключевое изменение, которое происходит за последние 10 лет, это то, что космонавтика становится все более частной. Если посмотреть на долю государственной космонавтики, то это примерно вот четверть, да, то есть всего лишь четверть всего космического рынка – это государственная космонавтика, да, и рынок действительно растет, именно коммерчески, значит, доля государств будет уменьшаться. И если посмотреть статистику, да, раньше могли позволить себе летать в космос, там, 3, 4, 5, 6 стран. Сейчас есть тысячи частных компаний, которые занимаются космосом и которые на этом зарабатывают деньги, да, это и космические данные, это и какие-то космические эксперименты, вот космические лаборатории, да, чуть дальше об этом скажу. То есть действительно космос потихоньку становится бизнесом, и, конечно, это влияет на создание орбитальных станций. Что тут важно? Что очень активно развивается космический туризм, и вот 21-22 год стал очень переломным для космического туризма. В год туристов слетало больше, чем за все предыдущие десятилетия вместе взятые. То есть представьте, за один год больше, чем за все предыдущее время вообще вместе взятые. Масштаб меня тоже очень поражает. О чем это говорит? Что космос становится доступнее для нас. За счет чего? За счет того, что появились компании, которые позволяют относительно дешево полететь в космос. То есть, например, Virgin Galactic Blue Origin — это суборбитальные полеты на высоту 100 километров. За счет того, что это не орбитальный полет, это дешевле, потому что меньше энергетики нужно. У них цены примерно 30-50 миллионов рублей за полет в космос. Если мы берем орбитальный полет, то, что делает SpaceX, то, что раньше делал Роскосмос, там цены примерно 500 миллионов долларов. Это примерно 5 миллиардов. То есть 500 миллионов и 5 миллиардов масштаб, чтобы сравнить. То есть появились технологии, что более дешевле летать в космос, поэтому космический туризм активно развивается. И на самом деле здесь очень похоже с тем, как авиация развивалась. Вот изначально полеты на самолетах были очень дорогими. Это могли позволить себе только бизнесмены. Это было таким показателем выхода в свет, показателем статуса, определенным выходом в свет, что мы можем, я как бизнесмен, могу летать, допустим, на самолете. Сейчас это доступно практически каждому. Я каждый раз летаю на самолете и думаю, блин, насколько же это реально доступно. Когда-то люди об этом только могли мечтать, чтобы так перемещаться. Так вот, с космосом сейчас происходит примерно то же самое. То есть все больше людей летает в космос, цены потихоньку падают. И поэтому я убежден, что к концу столетия это будет действительно доступно практически для каждого человека. И в связи с этим активно развиваются и коммерческие станции, потому что они тоже являются важным таким форпостом для космического туризма. И что интересно, что, например, станции Starlab, компания Lockheed Martin, Anorax, их делают. Обратите внимание, что один из инвесторов это сеть отелей Hilton. То есть отели уже понимают, что будущее для космического туризма это орбитальные станции. То есть тоже очень такой интересный момент. Значит, почему так много станций? То есть сейчас создается примерно 3-4 частных орбитальных станции. И если раньше, опять же, только несколько государств могли объединиться, чтобы что-то такое построить, то сейчас у частных компаний достаточно ресурсов, чтобы такие станции построить. Более того, НАСА инициирует создание частных орбитальных станций. Как раз вот несколько лет назад НАСА сделала конкурс грантов и выделала порядка 150 миллионов долларов трем компаниям для того, чтобы построить частную орбитальную станцию. То есть НАСА как заказчик, по сути, выделила деньги, чтобы 3-4 компании создавало международную космическую, господи, частную свою станцию. Зачем это нужно? То есть НАСА сейчас учится на своих ошибках и старается диверсифицировать риски. Почему? Потому что когда миссия шаттл была закрыта, когда были трагедии двух шаттлов, американцы решили больше на шаттлах не летать и были вынуждены летать на Российских Союзах. Соответственно, они остались без кораблей. Поэтому сейчас, например, корабль строит и Боинг, и SpaceX. Крю Дрэгон и Боинг Старлайнер несчастные, наверное, тоже слышали, что никак он не мог вернуться на Землю, то есть диверсификация. То есть компания Боинг построила… Рассказать подробнее или знаете про то, что Боинг строит корабль? Ну не все. Короче, в чем идея? То есть НАСА заказывает у частной компании построить корабль. Был заказ у SpaceX, был построен корабль Крю Дрэгон. И вторая компания, Боинг, строили корабль Старлайнер. Тоже большие деньги под это были выделены. Долго этот корабль строили. SpaceX быстрее его доделал. Уже космонавты на МКС летают за счет Крю Дрэгона, компании SpaceX. А Боинг только-только первые испытания провел. Значит, что там произошло? Космонавты долетели до Международной космической станции. И произошли поломки корабля. Притом такие поломки, что было небезопасно космонавтам возвращаться на этом корабле. Поэтому космонавты должны были полететь на МКС на неделю, а в итоге застряли там на полгода. И корабль Старлайнер вернули отдельно без космонавтов. И потом за космонавтами отдельно возвращались другие экипажи. Вот она дефекция. SpaceX успешно построил корабль, Боинг нет. Если был бы заказ только у Боинг, было бы опять удлинение сроков и так далее. Вот то же самое НАСА делает с частными станциями. Хочешь, чтобы было несколько производителей, потому что понятно, что это относительно стартапы. Понятно, что у всех могут возникнуть какие-то сложности. Поэтому я лучше выделю три раза по 150 миллионов долларов, чтобы снизить риски, чем одной компании это все доверю. Помимо этого есть, например, компания Axiom Space, которая тоже строит свою станцию. Они поднимаются как раз не за счет вот этих грантов, а за счет того, что помогают, используют космический туризм. За счет этого зарабатывают деньги. Кстати, как раз недавно у Forbes вышла статья, то, что у компании Axiom Space не так все хорошо, как кажется. У них там проблемы, как я понимаю, с финансовым управлением. Но все-таки надеюсь, что они свою станцию тоже доделают. Из интересного, что помимо частных станций для полетов туристов, для космических исследований, вот такие не классические для космонавтики возможности для космического туризма создаются. Например, компания Space Perspective строит вот такой воздушный шар для отправки в космос. Они говорят, что на этом шаре можно подняться на высоту примерно 30-40 километров. Как раз две недели назад были первые испытания этого корабля, капсулы, можно сказать. Запустили из корабля. Вот так это все примерно выглядит. Кажется, что не совсем безопасно. Но посмотрим, как это будет развиваться. Огромные деньги тоже компания подняла, большие инвестиции. И активно здесь разработка эта ведется. Кстати, пока ехал, прочитал новость, что первый полет запланирован в следующем году. И один из пилотов этого корабля будет владелец компании Virgin Galactic, Ричард Брэнсон, который как раз тоже строит корабли для субревитального космического туризма. То есть интересно, что он на своих кораблях полетал, а теперь на, по сути, компании Space Perspective полетит тоже на высоту 40 километров. Нельзя сказать, что они конкуренты, потому что рынок немножко другой. То есть у них прям космический полет, а здесь на 40 километров. Немножко другое. Но вот интересно, что вроде из одной компании в другую согласился полетать. Вот. Что еще из важного, что влияет в принципе на космический туризм? Конечно, это не туризм, а создание орбитальных станций. Конечно, это создание больших сверхтяжелых ракет. Сейчас две сверхтяжелые ракеты создаются. Это, конечно, ракета СЛС, которая должна стать ключевой ракетой для полетов американцев на Луну. Сейчас развивается программа Артемида по возвращению американцев на Луну. Чуть подробнее об этом скажу. Ну и, конечно, ракета SpaceX, Starship. Как раз недавно были испытания, вы наверняка об этом слышали. Это тоже сверхтяжелая ракета, которая внесет большой вклад в космонавтику. За счет чего? То есть, так как это сверхтяжелая большая ракета, она впервые будет многоразовой. То есть SpaceX говорит о том, что оба модуля будут использоваться повторно. За счет этого Musk говорит, что можно будет снизить существенно цену запуска полезного груза в космос. То есть, сейчас этот примерно килограмм груза запустить в космос стоит примерно 3-5 тысяч долларов. А на Starship Musk говорит, что цена будет порядка 100 долларов. То есть, по сути, 30-50 раз эта история станет дешевле. За счет этого можно будет дешевле запускаться в космос. За счет этого большие объекты типа частных станций будут запускаться гораздо дешевле, что вызовет всплеск создания этих станций. Вот как раз поэтому мы и видим, что много станций сейчас создается. И именно ракеты Starship, возможно, изменят то, как мы делаем спутники. То есть, сейчас мы стремимся сделать спутник поменьше, чтобы подешевле, скажем так, его было запустить и так далее. А если цены упадут до 100 долларов за килограмм, то можно будет делать большие спутники, большие станции и так далее. И это принесет именно орбитальным станциям вот такой вот большой всплеск. Видели кадры посадки, наверное, да, очень, конечно, это фантастически выглядит, да, как вот эта вот первая ступень приземляется, как ее ловят. Тоже решил добавить просто потому, что очень красиво это все выглядит. Удивительная, конечно, математика в том, чтобы вот так точно огромную махину посадить. Вот, кстати, интересно, мы вот про лунную программу немножко проговорили. У Советского Союза тоже была своя лунная программа. Советский Союз параллельно с американцами делал свою ракету «Н-1». Значит, фотки я, к сожалению, почему-то не добавил. Были большие сложности с этой ракетой. Почему? Поссорились два главных конструктора. Значит, Королев, который создавал, по сути, концепты этой ракеты, делал. И, в принципе, двигателями советских ракет занимался Валентин Петрович Глушко, главный конструктор по двигателям. И, значит, в создании как раз ракеты «Н-1» Королев и Глушко разошлись во мнениях. Потому что Глушко говорил, что нужны двигатели на одном топливе, Королев говорил, что нужны двигатели на другом топливе. И они не смогли договориться. За счет этого пришлось на «Н-1» делать примерно 30 двигателей. Кстати, вот если посмотреть, когда она будет приземляться, у «Старшипа» тоже порядка 30 двигателей. То есть очень похожий концепт. То есть у ракеты «Н-1» советской лунной ракеты было порядка 30 двигателей, и система управления не могла справиться с этими двигателями. То есть один выключался, второй не точно работал, система управления сбоила, поэтому было 4 пуска. И все эти пуски были, к сожалению, неуспешными. Поэтому советская лунная программа, она как раз была закрыта. Очень красивые кадры, мне это тоже нравится. Ну и возвращаясь про лунную программу, то есть миссия Артемида – это как раз возвращение на Луну. Здесь важно, что есть задача не просто долететь до Луны, как это было как раз в 1969 году, а задача именно построить устойчивую экосистему вокруг Луны для того, чтобы обеспечить постоянное пребывание человека. Поэтому создаются и роверы, создаются и корабли и так далее. И, соответственно, задача, что дальше будет после МКС. НАСА и Международное космическое сообщество сейчас планируют строить орбитальную станцию вокруг Луны уже. То есть по сути МКС вокруг Луны. Это позволит создать фундамент уже для пилотируемых полетов до Луны, для постоянной базы, колонии, чтобы космонавты могли экстренно слетать на базе какие-то моменты, хранить и так далее. То есть будет такая вот станция вокруг Луны. Значит, много компаний принимают участие. Можете обратить внимание и SpaceX, и Blue Origin, и Европейское космическое агентство, и Японское. Значит, Роскосмос тоже вел переговоры до 2021 года как раз об участии в этом проекте, но тоже договоренности достигнуто не было. Как я понимаю, здесь какой был концепт, что Роскосмос хотел быть полноценным партнером, как это на МКС, что прям полноценно на равных правах эту историю делать. А НАСА предлагало делать один маленький модуль, то есть быть одним из. Что Роскосмосу было неинтересно, поэтому они тут не договорились, но возможно когда-нибудь еще договорятся. Поэтому строятся станции вокруг Луны. Были сделаны уже первые, уже сделан первый модуль, уже как раз недавно в Италии читал новость, что он уже отработан. То есть это действительно уже в железе, этот концепт создается. Значит, она будет летать примерно по такой орбите вокруг Луны, с наибольшей точкой траектории 70 тысяч километров, и примерно несколько тысяч километров над поверхностью Луны. То есть вот такая вот траектория с периодом 7 дней, вот эта лунная Deep Space Gateway станция будет летать. Помимо этого, конечно, Россия тоже создает свою орбитальную станцию, станцию Рос. Много тоже разного я слышу и читаю об этой станции. То есть МКС после 28-го года не будет, нужно нам как-то поддерживать пилотируемую космонавтику. Соответственно, международное сотрудничество сейчас, конечно, невозможно, поэтому надо делать что-то свое. Вот, поэтому была поставлена задача построить свою орбитальную станцию. Значит, здесь тоже много вопросов, что нужно ее было строить или не нужно, но какое у меня тут мнение есть, что, в принципе, сейчас очень важная задача для космонавтики – это получить, можно сказать, космическую независимость. Почему? Потому что даже в создании спутников в России было использовано много, большое количество комплектующих из-за рубежа. Порядка 60% комплектующих приходило из-за рубежа. Поэтому сейчас в условиях санкций большие сложности с созданием космических аппаратов. И в этом плане какая задача перед спутникостроением стоит – научиться самостоятельно делать спутники. Если посмотреть на орбитальные станции, задача та же – научиться самим полноценно строить станцию, полноценно самим ее поддерживать в плане технологического развития. Это на самом деле важно и создать фундамент уже для каких-то будущих проектов. Поэтому с этой точки зрения я считаю важным создание станции РОС. Конечно, нельзя сказать, что это кардинально большой шаг вперед после МКС и так далее. По сути, это просто создание своей станции, как это было на мире. Но в условиях, в которых сейчас находится космонавтика, на самом деле это важно. Ключевая особенность станции РОС – это ее орбита. По планам у нее будет полярная орбита. За счет этой орбиты можно будет пролетать над поверхностью России гораздо чаще, мониторить северный морской путь, делать фотографии и так далее. Например, МКС пролетает всего 10 или 20% времени над Россией, что не позволяет сельскохозяйственные задачи решать. На станции РОС это делать можно. Поэтому это такое ключевое, можно сказать, отличие. Что еще? Кто еще свои станции строит? Конечно, это китайцы. У китайцев очень активно двигается космонавтика. И, скажем так, они тоже поставлены в такие условия. В 2011 году, когда китайцы хотели присоединиться к МКС, НАСА выпустил запрет о сотрудничестве с Китаем. Поэтому любое сотрудничество со штатом Китая было закрыто. Поэтому они стали двигаться самостоятельно, строить свои станции. И вот станция Тяньгун-2, сейчас есть, кстати, плохая фотография. По размеру где-то в три раза меньше, чем МКС. Но космонавты успешно там живут, успешно делают эксперименты. Хорошей фотографии, простите, не нашел. Но видно, что довольно большая просторная станция. Космонавты довольно успешно двигаются и решают свои научные задачи на этой станции. Помимо этого, что еще происходит, что меня очень удивило, это Индия. Индия становится большим, крупным игроком в космосе. Я как раз полтора года назад провел в Индии два месяца, изучая спутникостроение. Значит, отправили на стажировку, изучали мы там наноспутники. И, посмотрев на это изнутри, я действительно поражен, насколько крупная и потрясающая вообще у Индии космонавтика. Можно сказать, что они с точки зрения именно автоматических станций, прямо на уровне международных больших космических держав. То есть Индия в космосе действительно активно развивается. И в следующем году у Индии запланирован полет своих космонавтов на своей ракете, на своем корабле. Вот это тоже поражает, что у них однажды летал на как раз салют или на мир, кстати, я не помню, их космонавт. И вот сейчас уже самостоятельно они своих космонавтов отправляют. И дальнейший шаг, да, то есть опять отправить человека в космос, так же, как было с Гагарином, на один виток, на день, на три, на неделю. И дальше они планируют свою станцию тоже строить, Индийскую космическую станцию. Вот, корабль уже есть в железе, уже его испытывают, можно там видео в интернете посмотреть. И вот в следующем году уже первый полет и корабля, и станции запланирован. Да, и ракета под это тоже есть. Поэтому Индия действительно крупный игрок. И, кстати, интересно, что они тренировались вот как раз в центре подготовки космонавтов. Вот, Гагарин тоже очень таким грустным лицом почему-то смотрит на индусов. Тоже очень такая забавная фотография я нашел. Значит, что будет дальше с МКС? Я рассказал, что она будет затоплена. Что еще из интересного в плане орбитальных станций происходит? Это вот мини-лаборатории в космосе. То есть я говорил о том, что можно в космосе создавать сплавы уникальные, уникальные органы и так далее. И есть частные компании, которые собрали инвестиции как раз под создание мини-лаборатории в космосе. Например, в Arda Space они предлагают делать фармакологические исследования в космосе. То есть всякие там лекарства, опять же органы. То есть вот такой вот большой спутник внутри ячейки как раз для исследований. Получается, медицинские компании могут заказать какое-то место в этой ячейке и провести в этой ячейке эксперимент и потом вернуть блоки. По сути, это и есть орбитальная станция, такой мини-заводик. И если этот концепт будет действительно технологически оправлен и отработан, то у нас в космосе появятся такие мини-заводы. То есть пока только тесты этой технологии проводятся, пока непонятно, будет ли это реализовано или нет, но большие деньги под это венчурные фонды тоже вкладывают. Что там, кстати, по времени, наверное, я долго рассказываю. Хочется рассказать немножко про будущее. Если посмотреть, куда логично должны прийти орбитальные станции, они должны прийти к станциям на других планетах. И мы уже активно готовимся к жизни на других планетах, а именно к жизни на Марсе. То есть несмотря на то, что кажется, что полет на Марс это совсем не скоро, но действительно мы будем тем поколением, которое выступать на Марс застанет. Это действительно факт, и мне кажется, это будет событием, которое весь мир объединит. Но прежде чем лететь на Марс, нам очень важно отработать все технологии на Земле. Поэтому на Земле проводятся марсианские аналоговые миссии, как раз в которые мне пришли принять участие. На Земле очень много районов, которые похожи действительно на Марс. Как по внешнему виду, так по рельефу, по структуре и так далее. Вот это, например, Гавайи. Это реальная фотография. На Гавайях построили как раз станцию, на которой космонавты имитировали жизнь. Значит, в какой концепт? Находим местность, похожую на Марс, селим туда людей на неделю, на месяц, на год, и они полностью имитируют жизнь на Марсе. Значит, таких станций много. Вот в Штатах, в Марокко, в Египте, в Израиле, в Омане. И вот как раз миссия, в которой я принимал участие, это миссия в Армении, на моей исторической родине. Мне как раз повезло с этим. Действительно нашли местность, похожую на Марс, и построили там вот такую марсианскую базу, и космонавты целый месяц имитировали там жизнь на Марсе, разные эксперименты проводили. Вот, в принципе, вот эти аналоговые миссии, они делятся на два больших блока. Это долговременные миссии, там год, например, полгода и так далее. И короткие, там две недели, месяц и так далее. Как думаете, чем они отличаются? Есть мысли? Почему длительные и короткие? В чем отличие? Что-что? Взаимодействие у людей, а короткие зачем нужны? На месяц или на две недели? Отпуск на Марсе, да? В коротких отрабатывается техника. То есть именно какие должны быть марсоходы, чтобы космонавтам было удобно взаимодействовать. Какие должны быть эксперименты, как космонавты эксперименты должны проводить, чтобы им было удобно. Чем им питаться, чтобы было комфортно. Какая должна быть база, да? То есть, например, мы обнаружили, что длинная продолговатая база, это вообще неудобно, потому что космонавт должен с одного конца ходить на другой, в одной части экспериментов, в другой, еще что-то. Короче, оказалось, что космонавты сказали, что это гипернеудобно. Поэтому вот этот концерт был отработан. Понятно, что свечи станции будут уже не такими. Поэтому в коротких миссиях у нас задача была как раз отработать взаимодействие человека и роботов. Значит, один из экспериментов был, а как удобнее марсоходами управлять. С помощью джойстика, вот, кстати, как здесь, с помощью клавиатуры или с помощью нейроинтерфейса. То есть космонавт одевает шлем, думает, марсоход езжай вперед, он едет. Такие технологии уже есть, меня тоже это удивляет. Вот такие, например, исследования. Вот, кстати, экспериментальная база тоже отрабатывалась. Одной из важнейших задач для прибавления на Марсе, это, конечно, выращивание урожая, и вот как раз была создана одним из европейских институтов концепция самоподдерживающей как раз, как сказать, теплицы. То есть она там сама себя поливает, сама там все делает, но космонавтам остается только за всем этим следить и видно, с каким они удовольствием этим всем занимаются. И вообще выращивание урожая для космонавтов – это одна из любимых задач. Почему? Потому что они оторваны от земли. Когда мы что-то выращиваем, это какая-то связь с землей. Космонавты поэтому любят очень всем этим заниматься. Я находился в центре управления, вон слева в углу я сижу. Значит, работа центра управления для марсианских миссий тоже отдельная задача. Почему? Потому что Марс находится на расстоянии 55 миллионов километров, сигнал туда летит примерно в среднем 10 минут, в одну сторону 10 минут в другую, потому что предел скорости света. Поэтому если мы с Земли отправляем сообщение на Марс, то 10 минут оно летит туда. Даже если космонавты сразу ответят, через 10 минут мы получим ответ. И то мы получаем то, что происходило 10 минут назад. То есть задержка связи примерно 20 минут. Поэтому космонавтам нужно больше свободы для принятия решений и так далее. Поэтому центр управления абсолютно по-другому должен работать, чем с МКС. Потому что больше космонавтов в автономности, нам нужно более емко отвечать и так далее. Моя специальность как раз это управление полетом. Баунку я оканчивал. Поэтому как раз в центре управления я работал в этой миссии. Поэтому такие проработки тоже есть. И действительно можно ожидать, что с теми темпами, как мы сейчас развиваемся, Starship там взлетает и так далее. Примерно в 40-м году можно ожидать уже первой высадки. Ну и конечно, возможно, мы даже застанем первой колонии, первой базы на Марсе. Это вообще тема отдельной лекции. Возможно, как-нибудь расскажу. Но мы видим, что космонавтика сейчас развивается очень активно. Ключевое изменение – это что космонавтика становится все более частной, все больше туристов и людей летают в космос, а значит больше возможностей, во-первых, для науки делать более дешевые исследования, во-вторых, для простых людей. И мы можем ожидать, что цены действительно упадут, и в космос мы сможем полететь. И возвращаясь к той мечте, о которой я изначально спрашивал, о полете в космос, мне прям видится, что к 70-е, 80-е, может и раньше это будет доступно, и возможно мы когда-нибудь лекции курилки будем проводить где-нибудь с трансляцией из космоса. На этой вдохновляющей ноте у меня все, друзья. У меня есть канал Юра, мы справимся про космонавтику, где я простыми словами рассказываю то, что происходит в космосе. Подписывайся, буду благодарен вам. Там есть, кстати, записи других моих лекций. Ну и второе, мое большое направление, я преподаю переговоры в высшей школе экономики в компании SoftSkillsLab. Возможно кому-то тема переговоров, публичных выступлений, бизнес управления тоже интересно. У меня есть второй канал именно про переговоры, возможно вам тоже откликнется. На этом у меня все. Буду рад ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.